В Венгрии процветает еврейская культура, а евреи чувствуют себя в безопасности, заявил Балаш Хидвиге в ходе дебатов Европейского парламента по антисемитизму. Политик отметил, что в Венгрии существует общественное и политическое согласие о том, что толерантность случаев антисемитизма недопустима. В то же время в Западной Европе растет число нападений на евреев. Депутаты Европарламента дискутировали на тему антисемитизма до позднего вечера вторника. Николина Бриняц от имени руководства председательствующего в Евросоюзе Хорватии говорила, что ответственность лежит на всех нас. По мнению вице-президента, Еврокомиссии ненависть и страх стали обычным явлением в Европе в последние годы. Комиссия инициировала принятие кодекса против разжигания ненависти в интернете, под ним подписались крупнейшие социальные сети, сообщила Вера Юрова. Депутат от голландских социалистов Кати Пири в свойственной ей стиле критиковала венгерское правительство. Мы не можем допустить, чтобы популизм, национализм и стереотипы стали нормой в политике, считает депутат. В венгерском обществе и политике общепринята нулевая терпимость к антисемитизму, обратил внимание парламентариев евродепутат от партии Фидес. Балаш Хидвиги отметил, что в то время, как евреи и венгрии живут в безопасности, в Западной Европе растет число случаев проявления антисемитизма. Помимо того, что любые такие нападки надо решительно осуждать и отвергать, следует также говорить о том, что возникновение и распространение в Европе радикального мусульманского антисемитизма способствует увеличению числа антисемитских нападений, заявил евродепутат. Согласно опросу Еврокомиссии, 89% европейских евреев считают, что антисемитизм за последние пять лет значительно вырос. Брак в Венгрии переживает эпоху Ренессанса, сказала Каталин Новак, госсекретарь по делам семьи и молодежи. Цель правительства — позволить каждому человеку в Венгрии иметь столько детей, сколько он хочет. В Венгрии для молодоженов действует система поддержки семьи. У организаторов свадеб высокий сезон уже начался. Эта компания в Эстергоме организует от 15 до 20 свадеб в год. «У нас уже запланировано столько же свадеб, как и в прошлом году, но, скорее всего, их будет больше, потому что те, кто планирует праздник на сентябрь или октябрь, только сейчас начинают организовывать», — говорит организатор. Данные подтверждают, что число браков увеличивается из года в год. Если в 2010 году было зарегистрировано 35,5 тысяч свадеб, то в 2018 году — почти 51 тысяча. Очевидно, что 2019 год побьёт новый рекорд. Бракосочетания в Венгрии переживают период Ренессанса. Об этом говорила госсекретарь по делам семьи и молодёжи. По словам Каталин Навак, цель в том, чтобы молодые пары, которые нашли друг друга, смогли ещё в молодости заключить в брак и завести детей. «Цель венгерского правительства — чтобы семьи имели столько детей, сколько хотят. Если они хотят создать семью и родить ребёнка в молодости, если хотят жить в большой семье, то пусть у них будет такая возможность», — заявила госсекретарь. Директор Института демографии и семьи имени Марии Копп говорит, что количество браков увеличивается параллельно сокращению количества разводов. «В 2010 году произошёл перелом тенденции. С тех пор Венгрии из года в год заключают всё больше браков. Данные показывают, что венгры верят в институт семьи», — сообщила директор института. В последние годы правительство запустило ряд программ поддержки семьи. С 2015 года действуют налоговые льготы для супруг в первом браке, а с июля прошлого года — и пособия суммой 10 миллионов форентов родителям, планирующим ребёнка, которым воспользовались уже 67 тысяч человек. В Театре Петуфи в Шапроне открылась передвижная выставка работ архитектора Иштвена Мэй Асайи. Архитектор, который спроектировал театр, умер 60 лет назад. Он также сделал планы других театров, церквей, общественных зданий и выставочных залов. Ещё он исследовал архитектуру Трансильвании, был поклонником редких культур и автором многих изобретений. В Дебрацене с 18 по 23 февраля театр кукол Войтина и компания «Фёникс» приглашают всех на карнавал. Гостей будут ждать артисты, танцевальные коллективы и акробаты на ходулях. Главное событие фестиваля, которое символизирует конец зимы — сожжение соломенной куклы-кисы на огромном костре на главной площади города. На этом у меня всё. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова